Студенты Ирниту стали относиться бережнее к теплу, электричеству и воде. Выключают свет чаще, лучше закручивают краны. В Студгородке стартовал конкурс лидеры энергосбережения. Теперь старосты ходят и контролируют, чтобы вовремя отключались плитки, нигде не горел свет, ну просто так и так далее. Конечно же, чтобы краны не капали и вода просто так не бежала. Администрация университета тратит колоссальные средства за перерасход воды и электричества. Расточительное потребление ресурсов выливается в большие суммы. В общей сложности из бюджета могут уходить миллионы. Я самым элементарным образом с трехлитровой банкой и секундомером как-то по следам ходил и средний расход замерял. Вот относительно небольшая струйка воды оставлена, это примерно она наполняется за минуту, трехлитровая эта струечка. То есть в час получается 60 таких трехлитровых банок, то есть мы считаем это 180 литров за час. Ну иногда можно чуть потоньше 100 литров за час. За сутки значит 2,5 кубометра воды только один этот краник нам выпускает. В 2000 году Ирниту вошел в программу энергосбережения и энергоэффективности, проводимую Министерством энергетики страны. И заметно снизил расходы за услуги ЖКХ. У нас есть программа энергосбережения, у нас есть паспорт энергосбережения, который указывает нам в каком году что делать, какой это даст экономический эффект, какой эффект это даст именно в энергосбережении. Поэтому мы в этом плане работаем. Несмотря на современное энергосберегающее оснащение, основным фактором, влияющим на затраты, по-прежнему остается человеческий, точнее студенческий. Заставить студента экономить нелегко, но можно. Главное найти мотив. И как считают организаторы конкурса, такой мотив найден. Треть сэкономленных средств будет разрешено использовать студсоветом на свое усмотрение. Лидеры энергосбережения станут известны через три месяца. Показания со счетчиков сняты, сантехники озадачены, будем учиться экономить.